Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как я вяжу варежки классическим бабушкиным способом. Меня научила вязать варежки бабушка в 10 лет, и я до сих пор вяжу уже более 35 лет именно только таким способом. А именно, самое главное в варежке это резинка, ее вы можете связать больше, по желанию человека, заказчика. Далее мы вяжем вот эту часть до основания большого пальца, и я снимаю примерно 6 петель в зависимости от толщины пряжи. Если это пряжа толстая, я снимаю на взрослую руку 6 петель. Если тоненькая, я могу снять 7 и 8 петель. Я снимаю на булавочку, а дальше я просто набираю в следующем ряду эти недостающие 6 петель. У меня получается вот такая дырочка. Следующая часть варежки, это мы вяжем до конца мизинчика. То есть нам надо, чтобы пальчик у нас скрылся, видите? Но есть один нюанс. Если у вас пряжа толстая и мало петель на спицах, а в данном случае у меня по 10 петель, то вот эта часть варежки закроется очень быстро. Поэтому я, вот у меня пальчик скрылся, но я надвязала еще пару рядов, потому что если закроется быстро, получится варежка мала. Если петель больше 10, там 13-14, то да, как только скрылся мизинчик, уже можно будет закрывать варежку. И о способе закрытия варежки. Меня бабушка учила закрывать, начиная там, значит, сразу же делать убавление в начале и в конце по 2 петли. И таким образом вот здесь получалось как бы дырочки. Чтобы этих дырочек избежать, я начала делать, провязывать сначала одну петлю и только потом делать убавление. Тоже и здесь, в конце. Перед тем, как убавлять, я делала убавление и провязывала одну петельку. Вот, таким образом у нас получается, что вот здесь вот нету никаких дырочек. Вот, и получается вот такая вот варежка. То есть состоит варежка из трех частей, ну даже и четырех. Это резинка, это до основания пальца, нужно знать вам размер. Это третья часть, значит, до мизинца вяжем и само закрытие. Ну и дальше пальчик. Тоже пальчик вяжется примерно, нам нужно знать длину пальца и где-то на полсантиметра мы вяжем и закрываем пальчик. Так, вот, вот таким способом я вяжу варежки. Вот у меня уже есть еще одни готовые варежки под вышивку. Напоминаю, что это варежки связаны из пряжи фиджи. Вот, очень теплые, это мериносовая шерсть с хлопком.